Добрый вечер! Глава пятая. Пятая глава, на протяжении многих занятий, раскрывает нам все стороны влияния дурного побуждения на нашу личность. Картошбархус отворил эту реальность под названием дурное побуждение для испытания человека. Не было бы испытания, мы не смогли бы удостоиться никакого вознаграждения в грядущем мире. Цель пребывания человека в этом мире, поэтому сама суть этого дурного побуждения, то есть ее конечный результат в ту или иную сторону, он выявляет все наши потенциальные силы, поэтому явно, что он сотворен для добра. Ну, у нас есть две возможности. Мы можем победить, это дурной начал, мы можем, к сожалению, и проиграть. Для того, чтобы мы выиграли эту войну, а эта война за нашу жизнь, надо знать, как в войне, надо разведку послать, надо выяснить силы противника, где они сконцентрированы, их методы ведения войны, тогда есть больше шансов их победить. Рабейна Бахи раскрывает нам шаг за шагом, как дурное побуждение, оно может нас увести от того пути, по которому мы должны идти по воле Всевышнего. Разберем еще несколько этих уловок дурного побуждения. Говорит, если ты устоишь против дурного побуждения во всем этом, то есть снова и снова дурное побуждение, дурное начало, оно никогда не оставляет человека. Она только каждый раз пытается найти слабинку в его душе. Не получилось тут, получится так. Разобрали в прошлый раз один из путей, каким образом он может нас увести, исходя из того, что нам удалось в этом месте перебороть. Что делает дурное побуждение? Говорит, там ты оказался сильнее. Давай посмотрим теперь в этой области, как ты сможешь пройти это испытание. В какой области? Говорит он так. Следующее испытание. Оно попытается отвратить тебя от изучения Туры. Как уже, только уже, и так, и сяк, и так, и так, в конечном итоге. А, так это скорее всего он держится за Тору, поэтому ему удается пройти все испытания. Так мы ударим прямо по самому центральному месту, выбьем фундамент из-под его ноги. Увидав твое рвение в учебе, оно скажет так. Ну, разве не довольна тебе в знании Торы того, чего достаточно для великих людей твоего поколения старейшин? Разве ты не знаешь, что нет у Торы ни конца и ни края? Обрати свои усилия в учебе на основы веры и основы Торы. Ну, а после этого изучай тот, кто поможет тебе, зови вас симпатии людей. Например, при мудрости музыки и поэзии, тайной грамматики, оригинальных загадок, популярных в народе притч. И оставь изучение законов вместе со спорами мудрецов относительно этих законов. Не погружайся в исследование высказывания типа возражений, доказательств причинно-следственных связей, соединение открытой мудрости со скрытой из-за глубины и тонкости, применяемых во всем этом понятии. Полагайся на учение по традиции от родителей своих, учителей в том, что ты мог бы осилить достичь этого понимания, если бы занимался этим. Так же, как ты полагаешься в том, что тебе не по силам. Ну, я надеюсь, может быть, не в такой форме, но каждый из нас знаком так или иначе с этими голосами. Когда и как они у нас слышатся? В всяком сомнении, когда человек делает первые шаги в еврейской жизни и перед ним только открывается врата мудрости, то он получает сверху подарок, очарование, воодушевление и идет в гору, слушает занятия, лекции, учится, пытается понять, не понял, еще сказал какую-то интересную, высказал какую-то интересную идею за субботним столом. Я такой человек, чувствую себя на подъеме. Ну, проходит год, два, три, идет учеба, постепенно, постепенно, стал привыкать. Подарок с небес, который пробуждает воодушевление. Как подарки дают, подарок забирают. Остался сам собой, и что тогда? О, вот тогда, вот тогда и приходит, и тихо шепчет, ну, что ты учишь? Что не видел еврейскую библиотеку? Когда ты ее, ты одну книгу, что ты себя обманываешь? Ты одну книгу не можешь разобрать, прочесть от начала до конца. Причем тут одну книгу. Один, да одну страницу ты не можешь понять. Может быть, даже одно предложение. Что ты учишь? Ты же никогда это не выучишь. Ставь это в покой. Естественно, что это еврей, ты понимаешь, что есть евреи, он хочет от нас чего-то. Учи, что учи? Учи закон, Аллаха, Шулхана Рух. Видите, тут даже традиция, полагайся на традицию всего народа, ну, услышишь, что тебе сказали. Вот раб сказал так, раб сказал так. Да, хватит. Естественно, что надо знать основы веры, надо понимать, да, 13 принципов. Знать, более глубоко может быть, там, мировоззрение, слушать занятия по мусару. Они как-то пробуждают, дают какие-то силы. Все равно это не будет шинцатик. Знаете, что он говорит тут? А ну, давайте разберем слово в слово. Разве не доволен тебе в знании тары того, что достаточно для великих людей, твоего поколения старейшин? Разве ты не знаешь, что нету тары ни конца, ни края? Это не твое. Ты никогда не будешь ни хазон ииш, не будешь ни один из великих мудрецов, который упоминаю сейчас. Ты никогда таким не будешь. Что ты учишь? Что тебе даст? Вообще, это не наша тема, да. То есть можно было тут остановиться и сделать три, четыре, пять, десять занятий. Тема изучения тоже. Для нашей, для тети, для мамы всегда, сын, который пошел в Ишиву, это всегда очень актуально. Когда ты закончишь? Когда диплом получишь? Что у тебя будет от этого? Когда начнешь зарабатывать от этого? То есть вообще непонятно, что ты учишь от этого? Что тебе дает тары? Что она тебе дает? Что там есть? Где тебя возьмут на работу? Учится на раввине. А это, ну да, так надо успокоить маму. Учится на раввине. Ну у раввине, это уважают, да, да. Пусть учится, пусть учится. Сейчас мы дойдем до этого тоже. Ну, будем отвечать. Секундочку. Давайте спросим вопросы один за другим. Обрати свои усилия в учебе на основы веры и основы Тори. Он говорит, что там ты точно не поймешь. Значит, надо в основном куда? Программа минимум. Надо знать, что написано в законности. Надо знать основы веры. И что дальше? Ну и все. Хватит. Будь нормальным. А кто сказал? Как я. Сказала мама. Нормально, да. То есть чуть-чуть надо знать. Традиция. То это зажигаем свечки. И надо силы вложить уже в то, что почитаемо людьми. То, что люди уважают. А что именно? Ну, в наше время это диплом. Значит надо идти учиться. Мам, ну я же не люблю эту профессию, которую ты мне выбрал. Он говорит. Не важно. Главное, чтобы было высшее образование. Корочка есть. Уже спокойнее. Уже хорошо. Маме, по крайней мере. Точно. В те времена не хочется тут наступать на мозоли. Просто я просто говорю. Давайте поговорим. 800-900 лет назад может спокойнее пройдет. А что там было такое, что люди уважают. И завоевают симпатии людей. Вот при мудрости музыки и поэзии. В наше время это уже что-то тоже. Поколение там, наши люди, советские интеллигенции. Для них это говорило что-то. Для них там музыка, поэзия. Может быть никто в этом ничего не понимал. Ну, хотели изображать себя знатоком поэзии, знатоком искусства. Там, так сказать, разбирались, говорили имена правильные или неправильные иногда, так сказать. По-разному было. Но зато, если человек по-настоящему бы разбирался, то действительно это произведело впечатление. Такие знатоки поэзии, которые еще умели, знали наизусть произведения поэзии. Вообще произвели удивительно. А те, которые были чуть ли не как искусствоведы, там разбирались во всех видах живописи и так далее. Культурные люди. Кто вложил в это? Он был человек уважаемый. Очевидно. Что тебе это радость? Тебе все равно уважать никто не будет из-за этого. Наоборот, только еще хуже будет. Поэтому, по крайней мере, занимаемся чем-то, что люди ценят. Ценят. А что еще? Тайн грамматики. Даже советскую интеллигенцию это не сильно волновало. Тайной грамматики. Оригинальных загадок, популярных, например, притч. Это в те времена было, когда мудрость почиталась. А в наше время это уже не совсем почиталось. Всякие там. Ну, может быть, почиталось я знание. В шахматы играли. Снова, сейчас снова не играют. Всякое было. Что-то, что влияло. Было. Было такое, что влияло. Было почитаемо. В каждом поколении что-то свое. Что сейчас? В нашем поколении. Я не знаю, это вы должны мне сказать. Может быть, умение, так сказать, участвовать во всех этих играх. И умение нажимать быстро на кнопки, на клавиши эти. Ставить еще что-то. По-видимому, это то, что востребовано сейчас. Надо иметь ловкие рубки. Не знаю. Что-то из этого. Главное не заниматься Торой. Это самое основное. Действительно, самый большой ЕЦР, который есть. Самое большое такое вот что-то, что противовесит изучению Торы. Вы знаете, что вот всегда, все в мире же, ведь оно имеет две стороны. Есть всегда плюс-минусом. Что противоположность изучению Торы? Ну, безделие. Человек порой в удовольствие вот ничего не делает. Ну, наконец-то могу ничего делать. В принципе, мы все время хотим сбросить с себя груз работы. Верно? Работа это не нужно. Ну, когда уже закончится. То есть человек мечтает уже там, отпуск. Это основная цель, в принципе, в работе. Для чего работает? Чтобы там месяц святой. Святой. Не меньше месяца, естественно. Не меньше месяца. И отдыхать. Это, в принципе, работает вот, чтобы отдыхать. И целый день работает, чтобы в конце уже не работать. И пришел домой, можно уже, так сказать, выпить и ничего не делать. Это противоположность изучения Торы. То есть это с двух сторон. То есть удовольствие от Тора, оно поставляется в это удовольствие от безделия, от ничего не делания. Просто, вот так сказать. Или пустых разговоров. Такое ничего. А посередине между этим, видите, все то, что приносит человеку уважение. Что не хочет, что, 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 где, 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 на что делает акцент это дурное побуждение. Он говорит, смотри, чем ты, вот ты начинаешь учить, да, вот Раши на Тору, даже самое простое, которое есть. Удивительная вещь. Ну, вот есть тебе комментатор. Что ты еще учишь еще десять комментариев на комментарии Раши? Один понимает Раши так. Нет. Раши не та имел в виду. Он имел в виду та. Приходит третий и говорит, вообще Раши имел в виду другое. Что ты это учишь? Что тебе от этого будет? Ты поймет что-то большее. Это говорил так, это да да. Кто-то тут не прав, по-видимому. Один говорит так, кто-то не прав. Изучает Талмуд. Ну, это для тех, кто понимает. Как понимает там Тософот или еще что-либо, что сказано даже в самому Игмаре. Как Мааршо или как Маарам. Что тебе от этого будет? Что ты съедишь? Что ты пихтишь? Ты можешь целый день просидеть, только чтобы понять, что тут написано, эти несколько предложений. Для чего? Трата времени. Смотри там в конце вывод. Кто победил, кто согласно кому идет утверждение. И все. Хватит. Не надо сильно. Для чего все это делать? Не для тебя. Не для тебя. Ой. Что надо знать? Что надо знать? Что мы ответим? И вообще, что основа эта тема очень просторная. Тора. Нас спрашивают, это цель или это средство? Это не или или. Это и цель, это и средство. Естественно, что Тора это средство для понимания воли Всевышнего. Иначе, если не будем учить Тору, не будем понимать, что он хочет. Средство. Но оказывается, в отличие от учебников по физике и всего прочей, химии, которые действительно являются средством для получения знаний. И только. Тора, она имеет и цель сама по себе. Изучение Торы. Именно по той причине, что оно не приносит человеку никакой практической пользы. Когда мы говорим о слове польза, мы имеем в первую очередь, мы должны спросить вопрос пользы кому? Пользу кому? Человеку. Какой части человеческой души пользу? Человек-то, знаете, многогранен, многое что есть в душе. Выясняется, что это вот та самая часть, которую называют дурное побуждение. И вся его команда слепая. Это для них. Это как раз вот в их удовольствие. Вот это все, что он говорил. Для пользы. Польза чего? Изучение Тора не приносит никакой пользы слепым силам. То есть никого удовольствия от этого нет. Наоборот. Слепые силы, особенно когда они накапливаются, они создают Туму. Духовную нечистоту. Эта духовная нечистота, она окутывает сердце человека. Она, наоборот, не дает ему учиться. Не позволяет насладиться тоже. Вообще, он сразу начинает засыпать, что не понимает. Физику поймет. Решает, уравнение решит. Почему? Потому что дает ему практическую пользу. Я сдам экзамен. Я буду умным. Меня будут почитать. Мне то, это, это. Заработаю много. А что тебе Тора даст? Так вот, Тора, она имеет... Она сама цель, сама по себе. Как есть у тела, есть потребность к пище, так у духовной части человека, души, есть потребность к пище также. Человек что делает? Всю свою жизнь, чтобы есть здоровую пищу, ту, которая непосредственно необходима для души человека. Он забивает эту свою потребность к этой пище. Голод духовный. Чем угодно. Ширпотреб. Укрдрамтеатр. Не, извиняюсь, это средство массовое развлечение. Как называется? Типа это. Это как можно кормить человека, ребенка, например, мы кормим. А можно соску? Соску. А еще можно, когда ребенок хочет есть, можно его отвлечь трещоткой. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. И всякими цветами. Так и у нас. Дуся что-то хочет. Она хочет пищи настоящей. Ту, которая изначально сотворена для того, чтобы накормить ее, чтобы она была сытой, чтобы она была радостной. Что делает человек? Пшшшш. Он чувствует голод. Как переведем слово голод на русский язык, духовный. Знаете, как он называется? Скучно. Открыл этот граг, это милевизия, смотришь, смотрит в ящик. Уже не так скучно. Человечество позаботилось, чтобы человек не сошел с ума от скуки. Средства массовые, культуры, развлечения, развлечения. Нажал такой канал, такой канал, такой канал. Смотришь, прикончил сегодня вечер. И пошел спать нормально, спокойно. Душа не прикончила меня. Это как трещотка. Это как всякие разные, всякие... Шумовые эффекты. Эффекты, шумовые эффекты, которые отвлекают, чтобы отвлечь от этого, чтобы не думал о том, что он по-настоящему голоден. Единственная пища, та самая здоровая, которая не требует никаких ни шумовых, ни визуальных эффектов для того, чтобы успокоить душу, это только мудрость. Торы. Основа. Кадош Барху – это разум. Он дал часть себя нам. У нас тоже есть разум. Пища для нас тоже сотворена для этого разума. Называется Тора. Ее можно назвать как угодно. Называть ее просто мудрость, может быть. Только мудрость божественная. Божественную мудрость мы называем Тору. Надо же как-то ее назвать, как назвали ее Тору. По Тору мы понимаем всю Тору. Все, что связано. Не только то, что мы получили Тумаширо Бейну, хумаш имеется в виду. А всю устную Тору и все, что связано с ним. Она та, которая является... Она единственная, которая является и тавлин. Кенегет ецерара. Она единственная, это специя, единственное противоядие, можно перевести по-другому совершенно, противоядие от этого дурного побуждения. Если человек учит Тору и делает это Дашем Шамаем. Делает это действительно... Почему? Потому что так его повелел Творец его. Почему? Потому что он понимает, что это основная митцва, которая включает все. Это меняет все в его душе. Изучение Тору... И это... Иттагарута нефиш. Это очищение души. Учеба, когда человек... Особенно изучение Талмуда в первую очередь. Что это врата вообще во весь иудаизм. Который заставляет мобилизовать все интеллектуальные силы человека. Она... И это не приносит ему никакой пользы. Практической. Кому пользы снова? Кому? Этому дурному побуждению. Это как огонь, который выжигает эту нечистоту, которая из души. То есть люди, которые приходят с улицы в Вишиву. С улицы. Со всей этой грязью, которая там есть. Смотришь, через несколько месяцев у него глаза меняются. Через год смотришь, вообще какое-то лицо другое. Не тот человек. Почему? Тура, которую он изучает постепенно, 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 постепенно. Она очищает. Другой человек. Совершенно другого качества. А уровень еще выше. Когда он начинает понимать. Мудрость. А уровень еще выше. Когда он начинает любить мудрость. По-настоящему. Когда это он начинает притягивать. Когда споры между мудрецами. Это не тяжелая ноша. Как понять Раши? У меня тут есть пять мнений. Я сейчас с ума не могу понять даже одно. Вы говорите мне пять мнений. А наоборот, он сам их будет искать. Он просчет Раши. Его будет тянуть. Секундочку. Я не понимаю. А что? Тут можно и так понять. И так понять. Наверняка об этом кто-то говорил. Пошел. Открыл. Есть микрон долот. Есть собрание комментаторов на Раши. Комментарий на комментарий. И начинает смотреть. Это так его разобрал. Нет. Это так разобрал. Удовольствие. Почувствовал удовольствие? Да. Почувствовал. Ну вот значит ты любишь дурную. Это часть твоя. Часть тебя. Ты уже приклеенный к этому. О. Это уже. Тут тогда уже дурное в обуждение к тебе уже не приблизится. Он не может приблизиться. Почему? Потому что душа твоя она прилиплена к мудрости. А почему? Ты хочешь ее. Ты ищешь ее. Без этого ты не можешь. Потому что понимаешь, что за всем кроется более глубокое понимание. У человека много раз говорилось как два вида разума. Одно то, которое понимает вот только что перед носом. Не буду ему говорить сказать. Которое у всех у детей даже есть. А есть другое. Более глубокое. Которое видит большие масштабы. Которое понимает абстрактные понятия. Которое может углубиться. Обладая этим разумом. Человек понимает о том, что всегда то, что он читает в Торе. И порой даже комментарии. Это верхушка айсберга. Это только приглашение начать изучение. Изучать. Копаться. Понять. Почему так? Почему так? Спрашивать еще десятки вопросов. Когда мы настроены на это. Все наше понимание Торы. А главное, мое внутреннее ощущение в изучении Торы совершенно другое. Для меня это не абуза. Это не еще что-то, что мне навязывает. Надо учить Тору. Надо учить Тору. Скоро вы закончите ее. И начнете заниматься тайнами грамматики, оригинальной загадки, популярной в народной притче. Вы произведете впечатление на остальных людей. Будете рассказывать анекдоты. А, анекдоты рассказывать. Вы учите много-много популярных анекдотов. Вы будете очень популярным человеком. Зачем учить Тору? Да, минимум. Да, минимум. А если человек, как мы сказали, приклеится к Тору. У него шансов, что придет к нему это дурное побуждение и сбьет его с толку. Нулевые. Оно даже не подобьется к нему. Не подберется. Дальше. Если ты не послушаешь свое дурное побуждение, проявишь усердие и укрепишься. Видишь? Да, будешь учиться. Мне все равно. Есть люди, которые понимают направление правильное, а все остальное верно, тяжело, легко, неважно. Я иду в этом направлении. Предположим. И человек действительно стал понимать, стал разбираться. Так что дурное побуждение его оставить? Смотрите, какой невероятный хитрый трюк оно делает. Так ты приклеился к Торе? Так тебя с толку не забьешь. Что оно делает? Я тебя сейчас доставлю, чтобы ты использовал Тору, который ты так любишь, для самого погубного и самого грешного, что есть. Представляете? То есть возьми теперь то, что ты так любишь. Посмотри, мы сейчас сделаем все грехи. Смотрите, что он сейчас придумает нам. Он говорит так. Несколько тут ступеней. Низкая ступень. Учишься? Не, я продолжу учить Тору как, несмотря на все. То учи, учи, учи. Ну посмотри. Вот смотри. Видишь мощь? Да, а что такое? Ты же видишь, он понимает больше тебя. А этот? Смотри, какой умный вопрос спросил на уроке. Ну и что? Ну а ты кто? Кто ты вообще? Выпусти стрелы зависти к товарищам по учебе. Если они достигли большего, чем ты в мудрости Торы, оно вселит в тебя ненависть к ним, желание найти в них недостатки, преуменьшить их достижения, осуждать их, как будто они отняли у тебя твои разумения и похитили твою мудрость. Слышите, что произойдет? Первый уровень, самый-самый, который еще нормальный, это что делает дурное побуждение. Урок, особенно типичное явление в ишиве, особенно, знаете, это когда в возрасте 15-16-17 лет, и даже в больших ишивах, 18-19, когда здесь урок, не знаешь, кто есть кто. То есть точно так же, как в садике у мальчиков, в первую очередь надо передраться, чтобы понять, так сказать, иерархию, кто кто-то сильный, кто меньше, кто больше. В принципе, тот же самый подход и на самом уроке, кто, ну только кто умнее, кто, о, этот понимает, этот разбирается, этот. Здесь, естественно, что, соответственно, и каждый хочет как-то себя показать, проявить, сидит, рассказывает, ну, у парня там что-то всплеск понимания появляется, и он сказать, а ражба не так говорит, орит вот так, кричат. А тут вот смотришь, что-то разбирается, в курсе дела, бритва, ражба, откуда он знает это все. И вот день за днем, а сам сидишь, с трудом понимаешь, что рак говорит, а что мне спорят, вообще не понимаешь? Ну и что тогда? Ну, смотрите, все понимают вокруг, я ничего не понимаю, но я один день продерживаюсь, два недели, месяц, сколько можно продержаться? Все, ляд, ляд, ляд. Постепенно, и как тут говорится, я же мудрецом не буду, и начинается вот сценарий, который мы разобрали до этого. Я же мудрецом не буду, я же все, я, по крайней мере, буду изучать и делать то, что угодно и уважаемо в глазах других людей. Главное, чтобы не учиться, главное, чтобы увести от Тора. Но это только один уровень, а уровень, который приводит к греху, то есть, как мы говорили, используется сама Тора для того, чтобы привести человека к прегрешению. К чего может дойти? Он начнет этих людей, которые знают больше его, он начнет ненавидеть в сердце. А когда он будет испытывать к ним вот это неприятное чувство, он начнет искать в них недостатки. На самом деле, они не такие уже умные. То, что он спросил, он сам не понял. А это вообще не понимает. Араф ему не то ответил. И начинает, появляется иногда в сердце, не у всех. Но, видите, это дурное побуждение может привести человека к чему? К тому, что он захочет найти в них недостатки. Может быть, он и умный, но он не совсем правильный. Я видел, как он молился. Я видел, как он говорит благословение. Недостатки, значит, я сказал. Применчать их достижения. Да, он закончил, сделал сиюм, закончил трактат. Сколько у него заняло времени. Применчать даже то, что можно ценить. Несмотря на это, он прям уменьшает. Осуждать их, как будто они отняли у тебя твое разумение и похитили твою мудрость. Это то, что может произойти. Надо понять, что это то, что может опустить человека и свести его вообще в состояние такого мелкого негодника, который плохо-плохо думает о других людях. И все почему? Зависть. Зависть, которая поселит в сердце человека. Это дурное побуждение. И есть два вида зависти, как вы знаете. Как по-русски говорят, одна черная, одна белая. Это не та, которая белая, которая говорит, а он знает, я хочу быть как он. И это, как у нас сказано, наоборот, конкуренция, наоборот, она нас, так сказать, разовет и подымет. И вовсе нет, наоборот, куда? Давай, я внесу, ты тоже внесу. Это черная зависть. И будем искать все эти недостатки. Обожите, но это только начало. Если же ты достиг большего, чем они, в достижении мудрости, то есть есть две возможности. Одна возможность, это то, что ты ниже. И чувствуешь себя небах, чувствуешь себя никто, и начинаешь искать. Получается, что изучение Торы привело тебя к самым погубным мыслям, которые мы знаем, что наказываются очень строго. Когда мы судим других, которые ненавидим, и в сердце сказано, «Аль тиснахиха болевав хама» «Нарушай митсву». Нельзя ненавидеть брата своего сердца своем. Мы это делаем, то есть человек так может к этому прийти, начинает искать недостатки, применчать достижения. Тора приводит их именно к этим нарушениям. Видите, что может дурное побожение сделать. Но это в том случае, когда человек не преуспевает. Ему надо как-то выжить, поэтому он хочет всех принизить, принизить, принизить. Так, чтобы все были на моем, хотя бы на моем уровне. Если не выше. Теперь. Представьте себе испытание колоссальное, когда, наоборот, человек достиг большего, чем они. Он из тех крикунов, которые кричали, и которому кажется, что он там понял, он там сказал, он знает, умел, то дурное побуждение сделает их ничтожими. Твои глаза. Тут уже он забрался в высоту. Как только забрался на бугорок, кто там вообще там внизу. Что за люди там? Что за эти карлики там бегают? Тут никто не понимает. На уроке только я разбираюсь. Это уже никто не понимает. Возненавидел их за их глупость. Они же глупы. Такой человек, его основное испытание, самое большое испытание, это он считает всех других глупцами. Самое большое испытание умного человека. Включая раввинов. Самых больших. В чем их неиспытание, в принципе. Самое большое именно в этой точке. И демонстрировал свое отношение к ним перед всеми людьми, чтобы ты возгордился и воскалял себя за собственную мудрость. Ну, это еще хуже. Одно дело, внутренняя гордость, высокомерие человека, крайне разрушительное, крайне порицаемое. А другое, когда это уже выплескивает наружу, когда человек хочет показать всем, и не просто так уже даже, говорит всем это. И так, пока ты не дойдешь до того, что станешь уверять, что знаешь то, чего в действительности не знаешь. И дух твой возвысится настолько, что ты решишь, что можешь уже больше не учиться. Видите, к чему это дарное побуждение говорит? Молодец. Ты гаон, ты гений. Ты мудрец еврейский. Ты практически все уже понял, все разобрал. Нет равному тебе нигде. Ну, с кем? И тогда что? Уже не так надо. Ты уже достиг уже очень высокого уровня. некого тут еще переплюнуть. Поэтому все спокойно, успокойся, надо уже расслабиться. Видите, сколько есть путей, сколько путей дурного начала. до конца. То есть, вначале, что оно сделало? Он приподнял его. Что он приподнял его? Приподнял его сказать ему о том, что, смотри, ты самый умный, это самое то, что заставило его, развило его, это внутреннее высокомерие. Стал смотреть на всех остальных сверху вниз. А это один из самых больших. Это самая большая нечистота, база самой большей нечистоты, это внутреннее высокомерие человека. К всему гадкому, в конечном итоге оно приведет. И видите, к чему вы ему привела? Тора привела. Что сделано? А, ты хотел учить Тору, ты держишься за нее? Более того, ты даже понял, ты даже разобрался, ты даже такой, а, вот сейчас. А сейчас теперь ты будешь всех ненавидеть, ты будешь всех презирать, ты будешь всех читать дураками. Прошу прощения, глупцами. Дурак – это другая категория. Сам дурак. А глупцы и умные – это одно и то же. И этого уже достаточно, чтобы прикончить все, что человек добился. Ну, только-только тут еще чуть-чуть два слова скажем. Помню, Раволь бы сказал одно. Сейчас, к этому. Относится к продолжению. Если человек добился чего-то, поднялся на одну ступеньку, то ли в учебе, то ли в служении. И при этом тут же посмотрел сверху вниз, то есть возгордило сердце его, ничего не добился. Не только ничего не добился, еще больше грех сотворил. До такой степени. Получается, что дурак, как мы много раз говорили, она может быть эликсир жизни, а она может быть как яд. Получается, тура, которую ты учил, если ты используешь ее для того, чтобы возгордиться над другими людьми, считать их глупцами, она превращается в яд в твоем сердце. Она полностью умышляет тебя. Высокомерие – это не только Бенадамбла Хаверо, это не только между человеком и человеком. Высокомерие – это и между человеком и Творцом. Почему? Потому что… Почему человек возгорождается от того, что он преуспевает в учебе? Я умный. Кому он приписывает свою мудрость, свою IQ? Себе. Как будто он его сам себя сотворил. Как будто, так сказать, то, что те самые, как сейчас говорят, гены, которые получил успешные, а в своих родителей, он тот, который – это его заслуга. Ай-яй-яй-яй, какая глупость. Видите, не хватило у этого самого высокого IQ, чтобы понять такую простую вещь. От кого твою IQ? От кого твоя мудрость? От кого твоя гениальность идет? Подарок с небес. Это не твое вообще. Твое единственное, что есть, как у нас называют, амаля-тура. Как мы говорим амаля? Труд. Труд, пот. Это твое, это единственное, что есть. А твои способности, твой талант – это твой подарок с небес. Одному дает талант больше, а другому – меньше. Распределили нам по-разному. Но зато совершенно одинаково у всех. Мы все равны по возможности делать усилия. То ли человек самый гениальный, то ли человек, мягко говоря, не гениальный. Они равны перед Богом там. Там наверху проверят не, что он знал. Какая разница, он знал, перед тобой знали, а там тем более все это знали. Которое сознание не знали. Там это ты делаешь для чего? Для того, чтобы достоиться грядущего вознаграждения, грядущего мира. В чем оно состоит? В том, чтобы оценить твои усилия, которые ты вложил в эту учебу. В этом смысле человек талантливый и неталантливый. Они равны. Знаете, где это проходит? Они равны. Итак, пока ты не дойдешь до того, что станешь убирать, что знаешь то, чего в действительности ты не знаешь. И дух твой возвысится настолько, что ты решишь, что можешь уже больше не учиться. Видите, после того, как он заставил этого Талмит-Хахам, его можно назвать Талмит-Хахам, мудреца Тора, что оно заставило его возвыситься, смотреть на других с пренебрежением, считать других глупцами. На следующем этапе он доведет это до того, что он заставит его уже просто прекратить учебу, потому что он достиг уже величия, достиг уже вершины. И будешь все более считать себя мудрецом, и будешь добиваться почета для себя, демонстрируя глупость других. То есть он уже займется чем? Он уже займется в основном тем, что так как он действительно во всем разбирается, он возьмет книгу какого-то мудреца, для чего, только чтобы просто найти там недостатки, чтобы можно было смехнуться над ним. Был один большой Талмит-Хахам в Америке. Он выпустил очень важную книгу. И почему эта книга, она не разошлась, не было воспринято, как он ожидал, как можно было бы ожидать. Он спросил Хазон Ижа, почему она полна хедушин, полна торы, полна мудрости, почему она не... Хазон Ижа не ответил ему. А когда он вышел, то его ученик спросил, что там, он говорит, ты читал эту книгу? Она полна критики по поводу других мудрецов. Но только есть критика, есть критика. Естественно, что все наши книги мудрецов, они полны критики. Но только он писал о других мудрецах с пренебрежением. Он их просто, так сказать, называет... Ты вообще не понял. Этот не разобрался. Естественно, что такая книга, несмотря на всю свою мудрость, она не была принята. Воспринято и имя этого человека. Вообще даже никто не знает и не слышал, несмотря на его... Он, понимаешь, был гениальнейший человек. И будешь все более считать себя мудрецовым. И будешь добиваться почета для себя, демонстрируя глупость других. И будешь кичиться с собой, позоря сверстников. И будешь лишен всех нравственных норм и ценностей, которые мы получаем из поколения в поколение, через мудрецов Торы, удостоящихся знания Бога. То есть он дойдет до такой степени, что со всем своей... С кипой, с Штраймелем, я не знаю с чем, с Пейсом, я не знаю с кем. Он будет выглядеть как самый религиозный, такой мудрец, будет лишен всех нравственных норм и ценностей. Вы слышите? А потом спрашивают. Видите, а еще и религиозный. Просто религиозный. А еще и раввин. Его все так и почитали. И не просто раввин, а еще талбит хахам. Видите? Будет лишен всех нравственных норм и ценностей, которые мы получаем из поколения в поколение. Маленджер мудрец. Почему? Потому что наоборот, что сделал Яцарара? Выиграл дурное побуждение этот бой с ним. А наоборот, она ему сказала, а учись, молодец ты, молодец. Ты, 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 ты мудрец. О, о, о. Теперь взял эту Тору, использовал эту Тору против него самого. Вообще, дошел до полного осквернение имя Всевышнего. Это еще не все. Давайте предположим, что кто-то, может быть, удержался, кто-то, может быть, все-таки, как мы говорили, Тора, она повлияла настолько оздоровительно на его душу, что он не подался с этим уловком. И что тогда? Если дурному побуждению не удастся соблазнить тебя, указывая тебе на различия в ту или другую сторону между тобой и другими людьми познания Бога и его Торы, то ли ты меньше остальных, то ли ты выше, то есть ты ниже, выше, тебя это не сбило. Не сбило. Если ты ниже, я буду стремиться к тем, кто повыше. Если ты выше, не возгордится сердце. Есть такое. Конечно, есть. И так должно быть. Тогда, с какой стороны что сделает это дурное побеждение? Оно постарается сделать на основе различия между тобой и другими в вины и в делах служения Богу. Изучение, учеба Торы, это не единственная митва, которая есть. Есть еще 613 заповедей. Когда ты совершишь во имя Бога одно из таких дел, оно возвеличит и вознесет его в твоих глазах и заставит тебя гордиться им. Оно умолит людей твоего поколения в твоих глазах, чтобы тебе было легче дойти до того, чтобы гнушаться ими, стыдить их и позорить их, тогда как в действительности они возможно лучше тебя перед Богом. я знаю, есть люди, которые преуспевают в служении. Они преуспевают. что значит, они преуспевают? Они ведут очень праведный образ жизни. У нас есть всегда понятие ляхмир, то есть устрожать. То есть, можно есть какой-то минимум, а можно это устрожить. И вот люди, которые берут на себя больше строгости, больше во многих вопросах, соответственно, они и чувствуют себя людьми возвышенными. А когда человек чувствует себя возвышенным, то, видимо, все остальные вокруг него, они чуть-чуть уже не такие. Известный случай в Швад-Слободке был один парень, который постоянно принимал субботу раньше, чем все. Есть это валахе, может быть, не поощряется, но можно принять субботу чуть раньше. Миплагаминха называется. Определенное время перед началом субботы можно уже принять на себя субботу. Для меня суббота начинается. То есть, в принципе, человек устанавливает, когда начинается Святая Суббота. Человек управляет временем. Когда спросили об этом сабам и слободкам, перевести не стоит даже дедушке и слободке, а Роша-Жива, Роша-Жива, глава и живой и слободка, то он как-то не очень одобрительно к этому отнесся. Когда его спросили, почему, он сказал, смотрите, надо понять, что в сердце его. Когда он принимает субботу, для него уже идет суббота, начало субботу, он приходит быть медраж, он сидит, учится, готовится, суббота началась. Что у него в сердце? Что именно? Как он видит всех остальных людей, как нарушающих субботу? Ведь если он принял субботу, а все остальные тут что-то зажег, тут что-то сделал, тут, так сказать, в его глазах если это так, никакой ценности в этом, словно говоря, устрожение, это не устрожение, что он это делает, никакой праведности в этом нет. Во время Раби Срольм и Салан был один человек, который прославился своей праведностью, и одной из составляющих образа жизни было, что он голодал сам, постился, он постился целый день, всю неделю он постился, то есть днем он вообще не ел, ночью он что-то там ел, там чуть-чуть, но основная его еда, она была, потребление пищи было в субботу, произведел огромное впечатление на всех окружающих, все его почитали как человека святого, приходили к нему просить благословения, спросили раби с вами салант, он как-то человек святой, праведный, смотрите, то он говорит, сказал, если вы меня спрашиваете, ну чуть-чуть столпитесь вокруг него, ну они подошли как-то окружили подошел раби салант и обратился к этим парням, говорит, что вы мешаете человеку, который уже три дня постится, этот человек говорит, не три дня, я неделю постюсь, вы слышали, теперь вы понимаете, для чего он постится, человек, который постится, держит пост, вот она, фирма, уважает, крутой, ничего не стоит, ничего не стоит, мы видим, самый знаменитый случай, это известно, в Вильне, во времена, Агаон из Вильна был человек, которого все почитали, как абсолютным праведником, который постился, был аскетом, учил Тору, вообще был, что-то, сказал Агаон Агаон, не приближаться к нему, вообще не приближаться к нему, все на него были как-то уже слухи, не знаю, может быть, как-то там что-то, почему так, смотрите, через несколько лет все прояснилось, все было сделано по той же самой причине, чтобы меня ценили, что есть движущая сила всей этой праведности, это ведь, в принципе, это наша тема, самая основная, которую мы, не дай Бог, забудем, посвящение наших дел, называется для кого вы все это делаете, для кого, для кого вы хотите произвести впечатление, это известный Майс, 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 Айя, то, что было с ребами, по-видиму, одни из хасидских раба, ним, спросил ребя своего хасида, который был известен тоже вот такой своей праведностью и то, что он не ел и постился, он сказал, иди сюда, между нами, тихо так, тихо, ну ты время от времени ешь, когда никто не видит, что ты ешь, я, да вы что, я, вы меня подозреваете, я, не дай Бог, отреагировал, ребя, это подходит ребя Микоск сказать, но я не помню, кто именно, как я, один из адморов, он сказал ему, тогда еще хуже, кто-то вообще не понял, что значит хуже, я думал, что ты только обманываешь других людей, и тихо, спокойно ешь там, когда никто не видит, ну, так обманывал людей, так обманывал людей, но выяснилось, что ты действительно не ешь, ты обманываешь самого Бога, для чего это ты делаешь, ведь, 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 подобная вещь, это же выполнение, как бы, заповеди Всевышнего, да, которую Он тебе вывелел, для меня, для него, для кого надо это делать, для Всевышнего, во имя, в его имя, посвящение должно быть для Всевышнего, а ты для кого делаешь, все, все твои праведности, все, что я не ел, для кого, для своей гордости, для личного, само, становления, я знаю, ощущения, самолюбоваться, самолюбоваться, а, я, слушайте, видите, что может быть, и как использовать это дурное побуждение, чтобы поднять человека, чтобы полностью вести его в настоящую жизнь, а если среди твоих товарищей будет такой, который достойнее тебя в служении Богу, и дела его лучше твоих, и он больше тебя старается приблизиться к нему, а то дурное побуждение будет подстрекать тебя против него, говоря тебе так, всякий раз, когда кто-нибудь, помимо тебя, проявляет больше рвения в служении, чем ты, он тем самым обнаруживает недостаток твоего рвения, без него, вот если бы его бы не было бы, я был бы номер один, я был бы праведником, знаете, это один, два, три, я бы один, из-за него, теперь люди меньше меня почитают, если бы не он, ты выглядел бы и перед людьми, и перед Богом, самым большим праведником своего поколения, ну, что тебе осталось сделать, а, что, настраивай теперь, натравляй других людей на него, завидуй ему, ненавиди его, ищи в нем недостатки, все еще достойно осуждения, подстерегай его на оплошности, следи за его ошибками, разглашай их все, насколько сможешь среди людей, осуждай его за них, а если сможешь распустить о нем ложь, чтобы позорить его имя среди людей, то делай там, и это то, что мы видим, порой бывает, когда действительно есть истинные праведники, всегда найдется кто-то, кто начнет распускать слухи, что это на самом деле не так, а я знаю историю, которую вы не знаете, и вы просто не в курсе дела, и начинается вот это злословие вокруг этого, почему это именно такими людьми, просто-то, просто простой человек, он до этого не опустится, он просто не поднимется, и не дойдет до этого, это может быть исходить только из людей, которые чувствуют, что кто-то его, что называется, обскакал, кто-то его обогнал, кто-то выше его стал, и им полагается, вся почесть, которая идет этим людям, ему полагается, а если забрали у него эта почесть, ну тогда уже все пути, они разрешены, какие пути, вот самые, самые негодные, которые только есть в мире, осуждение, и распускать ложь, и позор, и все, то есть все за что тут, самое страшное наказание, которое есть, самые страшные грехи, которые есть, то есть снова и снова, что может случиться? Может случиться, что человек, он вроде служитель, самый высокий Всевышнего, то есть он праведник большой, а на самом деле он самый большой неугодник в глазах Хворца, самый большой неугодник, что он это работает на себя, на свое я, на свою гордость, на свое внутреннее высокомерие. У него вообще вот это, Лошем Шамаем, посвящение других, его к нему не относятся. Историю, которую я помню, рассказывал или нет, как однажды один из, Рошей и Шивот, один из глав Ишив, по-моему, это был Раби Сроль Миссаланд, вместе с ним, ну как, зашли в Ишиву, и он сверху, они смотрели, зацарат нож им, он показал на Ишиву, говорит, смотри, у меня, какая радость у меня есть, смотри, у меня тут 200, бухварин 200 парней сидят, учат Тору, по-настоящему они, как сказать, просил он его, скажи мне, а если бы ты видел такую же картину, в Ишиве у другого Рошащева, ты бы тоже так же бы радовался. Значит, надо как-то это дурное побуждение, надо от него спасаться. В принципе, мы с вами пришли к завершению этой главы, смотрите, сколько мы уже, занятия даже не могу посчитать, сколько мы уже говорим о Иосараре, и надо знать, что это в каком-то смысле апогей, мы сначала говорили о нас, о простых людях, а от чувств добрались до мудрецов Торы. И увидим, что это дурное побуждение, оно способно использовать Тору в качестве яда для того, чтобы умертвить самого большого мудреца. Нету страховки ни у кого, ни у кого передица ровно. Столько, сколько время человек, столько, сколько человек живет, столько его будут атаковать. И, как мы сказали, это будет продолжаться до минуты, до последней доли секунды перед смертью. Но ты отвечай своему дурному побуждению так, как я могу вознушаться тем, кто любит, кого любит Бог, и осуждать того, кого хвалит Творец. Разве не достаточно того, что я ленив, и из-за этого не служу Богу так, как служит этот человек, чтобы я еще и не навидел его, того, кто действительно служит ему, разве в этом мой долг, Бога Благословену. Напротив, мой долг любить тех, кто любит его. Видите, вот это, то, что сказал Равислав Миссаллан. Мой долг любить тех, кто любит его. Если я вижу, что этот ученик преуспел, и он не мой ученик, у меня должно быть точно такое, радость в сердце. Почему? Потому что это радость самого Всевышнего. Люби тех, кого он любит, из моей любви к Творцу и почитаясь из почтения к нему, как сказано в Эт-Илим, не боящихся Господа чтить будет он. И все остальное, что связано, еще много тут цитат, смысл, который, если у человека сохранится здравомышлен, если только слепота сердца не уведет от его от поиска истины, видения и картины такого мира, как она есть на самом деле, то он поймет, кому я завидую, кого осуждаю. Ни того, ни другого, это очень неуместно, потому что все исходит то ли от моей гордости, то ли от моей наоборот ленности. И нет места у всех этих пороков, которые мы перечислили, и не возгорождению с одной стороны, и не осуждению с другой стороны. Есть возможность бороться и выжить, и пройти все препятствия, которые, видите, сколько их было, тут мы перечислили последние, которые 12, один за другим было, 12 препятствий, которые ставят нам это дурное побуждение по дороге к осуществлению цели нашей жизни. то наше время истекло. В принципе, надо было снова начать, тяжело тут остановиться, надо было еще подвести итог и снова говорить про это дурное побуждение, которое на самом деле оно может быть, оно почему дурное побуждение, оно приводит, она оставляет человека в дураках, то есть это ее цель, она как специалист, чтобы оставить дурака. А мы, сопротивляяся ему, наоборот, мы окажемся теми самыми именно умными людьми, которые дойдут до настоящей цели, оно хочет отвлечь нас, а мы должны идти прямым путем. Дай Бог, что мы этим удостоились. Всем ба-браха, ба-цлаха, привет из Русалима.